ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че, Лен, как ты думаешь, как тебе нравится ездить за рулем такого субурбана? Я думала, будет круче. Почему? Потому что такая крутая тачка, такая все, да? Наша черита, ну, такая себе, представляешь, с этой. Ага. Мне неудобно. Мне все неудобно. Мне руль неудобно, мне все неудобно, мне педали неудобно. И как тяжело она идет. Ну, наша чуть-чуть раз так газку, и она... Тю! А тут жмешь-жмешь, она как будто рычит, и такая, ну, ладно, поехали потихоньку. Наша лучшая, реально. Значит, Черри круче, чем Ниссан. Ну, мне кажется, ну, по крайней мере, наша Черри круче, чем этот Ниссан. Ну, я думаю, производители Ниссана прислушаются к нашему мнению, да? Я не рекламирую Черри. Я не являюсь их телем. Я им, как, амбассадором. Амбассадором. Ну, ладно. Смотрите, верблюжьи следы. Точно. А там верблюды. И я бегу к ним. Это типичный представитель Камбанской пустыни. Верблюд. продукты жизнедеятельности даже не боится город низва так друзья мы приехали в город низва стояночка тут поставили нашу чудесную машинку вот там находится наш отельчик мы сильно здесь только переночуем и дальше поедем уже в горы потому что время остается маловато вот вот здесь наш отель здесь находится вот наше окно это кошки которые нас просят еду постоянно рут он долбанут тинки немножко очень нормально там не никого да да вот это наш вид из окна на 3 в древнем городе я бы только что снимали местные можно открыть тогда вот вероника там тоже сидят такие улыбки такие улочки тут небольшой сейчас посмотрим что у нас тут внутри как устроен наш домик прихожка фонарики домики квартирки кида может этот сделан горшок для того чтобы хранить финики и зерно потолки какие красивые сейчас пойдем сходим в наш домик у нас комната номер 11 они заперты на ключ так всегда делать когда мужчина уходит что жена ждёте ждёте господин о мой господин да вот так вот так заходим что у нас здесь есть у нас есть здесь вид из окна на помойку к которому уже видели до 3 кровати у нас здесь есть вот 2 сдвинули всякие красивые картины есть дядечка что-то плетет из этой ветки у там ветка это козы в горах как раз здесь козий рынок местные животные орут кувшинчик висит туалетик такой весь каменный типичные улочки всякой продают керамику всяческую сделанную из глины пусть глинда хренище поэтому да кроме глины здесь ничего нету всякие горшочки современные от копилки кстати ладу такие древние кувшинчики да смотрите здесь пластиковый такой кратик сделан не очень-то гармонирует здесь можно взять даже самокат погонять вход сюда стоит 5 реалов это пушки устройство этого замка что какомутка с кондиционером ковры такие шикарные можно здесь сидеть отдыхать так друзья техни туалет там дырка в пола должна быть да ее нет не видно да а чтобы смывать специальный здесь колодец сделан что смывать-то сюда смывать колодец воду достаешь даже смотри министерство водных ресурсов амана смысл по-моему как типа бани что ли подобие надо кран и он там есть думайте что это такое смотрите вот здесь вот у нас находится колодец с водой воду доставали сюда и выливали здесь она накапливалась накапливалась здесь стекла по желобку и выходила сюда непонятно для чего да а вот там вот у нас дрова здесь клали дрова горел огонь вот это нагревалась и выходила теплая вода ну пожалуйста ну это внутри на форте ну флаг чуть не работает пушечки всякие стоят лестница наверх поднимемся посмотрим что там жалко у нас конечно дрон отобрали можно было полетать это город низово зеленый такой вещь ну название зла а то на поднять мы форт есть тут кто спаси меня это сад я думаю вот это не знала на может быть это даже не знаю что такое папайя нужно а у них зеленый папайя продаются везде кстати ослик покушать еду и как раз друг степей камель иными словами верблюд здесь такие животные дыр тоже водится описано вен какой рот верблюда настоящего иди дочь норвы еще травы вот финики целая это целый покрывало фиников с этих пальмах собирают и едят вечерком мы пришли как обычно поужинать такой ресторанчик с видом на закат и с хорошим видом прямо на форт низово и принесли на вкус и спаржа бомбе а мне суп еще из грибов грибной попробуй какой-то там же специи в дай добавлю не пойму только что за специи куриная бродка с картофелью и овощей или что принесли мясо бифтекс мы начинаем нашу ежедневную рубрику ежедневную тест кондитерских мистин мы сегодня заказали эклер аманский эклер кофейный пирожные с кокосом и манго и фисташковое начнем с шоколадного смысла с эклера так вот аманский кофе наливает тетенька hello try and try the amani traditional coffee here in amans thank you very much thank you ma'am thank you а че на уме thank you так дальше эклер вкусный реально вкусный Прямо то, что надо. И вкусный крем, и вкусное тесто. Вообще, реально. Продолжаем. Что у нас следующее? Маленькое отступление. Про традиционный романский кофе. Я не знаю, что это. Это какая-то вода с какими-то специями. Кофе там уже не близко. Точно есть корица, еще какой-то, наверное, имбирь или еще что-то такое. Я не могу. Но это такой-то оранжевого цвета. В таком чайничке принесли? Да. Оно такой прям вот оранжевого цвета. Вот такой вот кофе. Ну, это вообще нельзя считать кофе. Вот такой напиток, да, такой. Ну, я не скажу, что он невкусный. Он хороший напиток, но это странный напиток для меня. Ну, может быть, кофе есть, а все-таки? Да. Мангол кокосовый десерт. Ой, какой приятненький. А поверни мне его как на среде. А это мусс такой, да? Мусс. Сладкий и сливочный мусс. Ни манго, ни кокосовым не пахнет. Нормально. Но нежненький, хорошенький, мякинкий. У меня фисташка, какой-то три у фисташки. То есть получается, что фисташковый мусс и еще какая-то штука внутри. Блин. Ну? Ну, это вкусно. То есть фисташка отдает. А внутри должны быть какие-то хрустящие штучки такие. Ну, они не хрустят, а мокрые. Но ничего, вкусно. Это все вкусно. Только единственное, что вот кокосом не пахнет и манго. А так хорошо вкусно. Ну, что самое вкусное, по-твоему? Оманский кофе. А еще? Где лучше есть сладости? Нет, ну, если вы приехали в Оман, в город Назово, да? Ну, вы приходите вот в этот ресторан, вот в этот там рак какой-то. И ешьте сладости. Ну, а в Москве вы можете заказывать сладости лакомства от Елены. Так, сегодня рано дне утро. Мы сегодня выезжаем на балконы, в горы. Ну, сначала надо подкрепиться. Ну, варим сосиски из чайника. Они так варятся. Вот сосиски попьем чайку. Тут бульоны? Спасибо. Сосиски. Сосиски наварили. Вот сосиски наварили. Сосиски наварили, чай, халва, фрукты, сырок пока, да? Сегодня мы сходим на рынок центральный Оманский. Посмотрим низко. Ну, как-то так. Слабовато, я бы сказал, на рынок смахивать. Больше на какой-то слабовато все. Ну, такое себе. Большой такой. О, яйца. Почем яйца, интересно? О, смотри, где эти. В супермаркете-то больше продажи, да? В супермаркете-то больше. А, ну, есть только местные. Конечно. Ну, вот это мясной рынок. Сейчас посмотрим, что на мясном рынке. На фруктовом и сладости что-то слабовато все. Вот баранина висит. Ну, такое себе, такое себе рынок. Он совсем не похож на рынок. Ну, красиво, конечно, но что-то как-то ничего нету, да? Ну, здесь что-то как-то сейчас такое страшное. Что-то такое все страшное-то. Ух ты, вот такие штучки. А это тунец? Тунец, да? Да. Вот они привозят тунец. Здесь его продают. Ну, такое себе, конечно. Такие огромные рыбы. Это козий рынок. Ну, что, наверное, закрыто? Может быть, уже мы поздно пришли? Так, коста уже нет. Уже коста нету. Вот он козий рынок. Ну, здесь, по идее, должен быть козий рынок, да? Вот здесь должен быть привязывать коз. И люди торговаться должны. Ну, сегодня не работает он. Поэтому он пустой. Ну, наверное, вот тут можно представить, как они тут блеют. Бе-хе-хе-хе-хе. Хороший? Ну, здесь тоже, а? А, вот она, штучка-то. Как они делают эту? Ужарка. Это ты какой-то, помнишь, у этого, в Дагестане-то? Такая же. А? Ужарка. 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 Ну, точно, я же говорю. Халва. Вот это с грецким орехом. Слушай, это вкус, но очень вкусно. Грецкий орех с этим каком-то желе, не желе, а какой-то жижец такой мягкий. Судовь, очень вкусный. Или сарач. Ну так, друзья, выезжаем из нашего чудесного отеля, сходили на рынок, ну что ли, набрали на рынке, да? Как обычно. Набрали на рынке, жратвы не меря, да, всякой всячины, фиников. Вот это что-то мне больше всего нравится, коробочка такая, о, а тут даже ложечки, кстати, есть, ложечки, и там такая шкатулочка керамическая, а в ней халва настоящая. Очень-очень классный вариант подарочный, просто, ну, выезжаем из города Нидзва и едем в сторону Гранд-Каньона. Гранд-Каньона 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 мы подвигаемся такими дорогами до гранд каньона нам все ехать и ехать осталось 20 километров помаленечку продвигаемся да прям смотрите тут можно наступить на видео непонятно а так такие глубины огромные вообще вот там коза в гости пришла да она хочет водички попить наверное да да коза приехали мы в такую деревушку это начало хайкинга как раз на в 6 по балконам куча машин все подъезжают сюда но кто-то приезжает на круизерах а кто-то на обычных легковых машинах туда тоже можно доехать вплоть даже до какого-то флюенсы или в обычный легковых киаре я бумагу съесть хотела чего она любит бумагу и не хватает этого челюлезы все хотят нет говорит отдай вот это все люди которые приехали они все на балконах вот даже на обычной машине может приехать я не знаю так вот так вы пришли со стоянки надо спуститься вниз указатели на тропу идти надо вот туда вот какой гранд каньон можно видишь поесть даже все продаются еда идешь идти совсем несложно в опасных местах цепочки натянуты а так идешь и идешь да нет сразу нужно справиться все справятся даже ребенок маленький вы можете так вот идти по тропе да но если захотите посидеть какой-нибудь пикничок можно было подняться такую беседочку с видом посмотреть на гранд каньон так опять идешь идешь попить кофейку холодных напитков дядечка лежит который все продают посмотреть можно сидит в интернете смотрится какие-то новости ухты да тут прям красиво гранд каньон красота здесь козель жевал травю не трава дерево красавица какой смотри как и любит кушать колючки колючки зеленые козель красивый горный козель сюда даже можно на машине доехать смотрите кто-то пытался подъехал так ничего не удалось припарковаться наверно вот коробка его передач валяется козель 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 вот пришли уже почти к окончании да такая скалата не видно там вообще глазом нумеренно губя вам ты не знаю если посмотрю этот в провал прям потолок над нами давай нависает а мы все идем людей даже такой небольшой отель есть может становиться переночевать то хочет домик таких заброшенные домики такие или наоборот не заброшенные при желании можно остановиться вот так мы залезаем почти уже подходим к концу смотрите сколько деревьев появилось здесь здесь достаточно сыра вот люди даже костерки здесь разводят здесь можно с ночевкой остановиться там дальше будут такие плоскости большие можно взять с собой в принципе палатку прийти сюда с палаткой ночевать никто не будет против вот я говорил какие места шикарные сюда может прийти с палаткой остаться на ночь такого будет желание с таким шикарнейший видом на великий каньон там тоже какие-то домики ну чурен сколько занялами время и сколько мы прошли 5 километров 140 метров за сколько это просто мы фотографировались как бы конец этой тропы приходит отсюда дальше идти некуда уже обрыв может только сорваться один раз очень глубоко на самом деле страшно так такой чудесный вид классные места а мы у нас с тобой плиточка горячий чай как обычно верблюжья молоко салала самое лучшее еда дыни все остальное так мы забыли чай и вот не знаем что можно попить дали козлу вот эту траву вот этот этот колючки козел съел значит их можно тоже заварить сейчас мы их это насобираем да как еще оторвать надо сам добывай себе еду умный боль то мы забыли чай как обычно да мы очень так отлично собираемся сюда у нас все навалом да ну чай мы забыли теперь мы посмотрели какую траву ест козель нарвали ее теперь заварим вместо заварки вид зашибенный у тебя осмотрите смотрите козель то пришел это плохо сейчас этот козель может съесть нашу всю еду иди отсюда козель иди отсюда все давай шоу давайте быстро съедим еду а то козель все съест так смотри дают мое мое сидим едим козель ждет козель ждет пока мы поедим заварим колючки заварим колючки за место чая хорошо да на природе козель домашнее животное его можно подавить да какой шерстяной прямо можно кстати постричь и ссать вероники свиток заварим чай сейчас его перелив бутылочку у нас просто кружек нет 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 зелененький красивый вообще попробуем если вы попали на балконы но забыли с собой заварку собирайте вот такие листья заваривать их в чайнике и пейте на здоровье очень полезно для всех ну завтра мы скажем насколько это полезное здоровье вот туда кончается с тропа дальше не идет но если подняться по этой тропе вверх вот белая точка туда 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 и придете как раз к озеру там внутри пещера и озеро там люди сидят даже молятся смотри-ка здесь огромное озеро там человек молится святые места наверное здесь вот сколько есть воды вон там пещера выходит вот такой призакатный каньон у нас идем обратно уже полчаса вечера вовсю каньон засыпает луна вышла наши странники идут и идут еще место для парковки темнота уже так друзья мы сегодня после каньонов решили остановиться в горах вадель шанс что у нас происходит ночь полночь то вошла луна уже ухты какая яркая луна да здесь у нас небольшое дерево уже поставили палатку верненько на будет спать машине мыслиночка уже разбираем еду забираем еду как обычно в огороде лебеду уже поставили котелок наш супер мощный и сейчас приготовим еду как обычно и пойдем спать смотрите здесь столько людей кстати очень популярное место мы с трудом нашли столько очень много кемпера кемпирующихся здесь вот ребят из германии здесь приезжал еще мужичок из этой из зарабе вот так что будьте готовы что место будет трудно найти ну ладно встретимся как только будем готовить еду что ли он сегодня ждет на ужин у нас сегодня вечер итальянской кухни у нас сегодня будет на ужин паста карбонара у нас вот здесь вот есть такое мясо конечно не дочина но мясо такое копчененькое вот мы сейчас его поджарим здесь сделаем сливочный соус специальный крем сливочный потом у нас есть пармезан еще у нас есть хороший сыр английский немножко поставил он устал уже этот самый плавленый сыр да и вот такие макарошки а поверни кто делает кто эмиратские макарошки эмиратские макароны да так что вот такой у нас сегодня будет быстрый вкусный полезный питательный ужин ну вот водичка закипела у нас эти макарошки туда давай макароны у нас сварились нормально уже мы снимаем их и ставим мяско поджариваться и мы заливаем сливками вот такой как бы сливочный крем купинг крем это в итоге сливки где-то 23% примерно угу прям берем так же давай вот у нас бекончик поджарился ну не бекончик, мяско с личинкой пожарилась сливка такая вон густая с полового узла и мы туда теперь теперь себе макароны их наверное много будет ну вот теперь мы добавляем сюда сыр прям горячее вы понимали насколько сложно найти здесь дрова вот это деревья да вот их реально драть их не из чего тут вообще ни одной ветки нет а если есть ветки то они вот такие все острые все да а ни одну ветку отодрать руками невозможно тем более здесь уже 500 человек были и додрать невозможно но я все-таки немножко надрал вот надрал немножко дров вот сколько дров получилось у меня сейчас я маленький костер запалю для антуража дров реально нету ну при желании вот если бы надо было заранее можно в деревне где приходить купить дрова кто хочет купить и там дрова и разжигать и проблем будет меньше ну вот накладываю еду паста карбонара ну немножко такая но у нас видите костер горит небольшой да наша лампа газовая горит ну вот так вот еще сейчас еще вот так вот я посыплю пармезаном ооо шикардос что у тебя что я чё занимаюсь моксотерапией грим точки лечебной крючок специально таких такие сигары полынные а еще у нас смотрите лампа а еще тут не видно видишь мая вот тут идет этот кумар благовония индийский ты ничего делаешь кумарю моксотерапия какая-то говеная вот моксотерапия 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 такой вот у нас чаек кофеек на краю гранд каньон амана доброе утро вот утречка саша у нас работает вероника спит еще а я готовый завтрак разогреваем макарошки погреем с яичком и будем потом потом двинем дальше нашим тоже большой насыщенный план стало утро готовится наш чай в другом месте уже около палаточки да пеночка наготовил еды и что у нас на еда то было макарошки с яйцом и сыр который нужно доедать просто упала не хочет кроме меня его доедать ну что делать очень вкусная еда а малыш у нас что пьет кофе да старбакса старбакса да фрапучино я тоже сейчас буду есть смотрите друзья наш вроде бы обычный завтрак да ну что хлеб сыр вода фрукты яйца а смотрите хлеб у нас сделан в Великобритании фрукты сделаны в Южной Африке здесь была клубника она сделана из Америки молоко сделано в Омане сок гранатовый арабские эмираты вот этот кофе из Дании чукопай из Вьетнама вот это из Таиланда весь мир у нас а сыр кстати из Америки представьте из Америки сыр масло Аман вода вода видите из Арабских Эмиратов масло из Амана масло из Амана интересно да это кофе натуральный бразильский кофе а сделан в Ливане весь мусор мы забрали с собой чтобы ничего на плато не оставлять выкидем здесь специальные есть мусорки если будете здесь обязательно выкинуть весь мусор мусор даже в таких горах тут живут люди без воды без всего как тут живут люди непонятно а вы куда направляемся? мы направляемся в наш же каньон только в само ущелье вниз то есть мы были наверху были на балконах в середине и теперь хотим съехать в самый низ мы сейчас поедем мимо этой классной валевой рощицы а ну здесь просто по другому никак нельзя да здесь одна дорога и она как раз ведет в наше ущелье Гранд Каньон мы сейчас бы купались в шоке мы всегда вх averли в болезнь мы сейчас не увидим это даже раз've мы сейчас и falхи а мы сейчас Звучит музыка. С глазами, конечно, все это будет круче, но все равно немножко камера передаст. Вот по дну каньона течет река. Ну не река, а тут уже такой ручеек. Ручеек течет, да? Можно даже, мне кажется, воду попить. Ну вот. И мы потихонечку едем. Дорога была нормальная. Здесь вот вода. Немножко стрём, что страшно. Но мы едем вроде нормально. Самый стрём, если кто-нибудь попадется впереди. Разъехаться реально невозможно. Дорога очень узкая. Ну вот. Но мы надеемся, что там никого нет. Вот эти камни огромные. Подонюшка, разведаю дорогу. Смотрите, какие огромные камни. А там внутри течет река. Деревья здесь такие-то уже растут. Чуть зеленые все. Ну просто воды здесь много. Вот это крутяк вообще. И вода, и деревья, и горы вверх уходят. Каньон прям по воде. Ух ты, как узко. Здорово, да? О, класс. Такое красивое место. Мы жалеем ли больше об одном, что мы не можем тут остаться заночевать. Было бы вообще классно. Крутяк. О, гроты какие-то. Еще облака на небе. Красиво очень. Ты фотки поделай тоже. Макс, ты что-то садишь вообще. Так, ну добрались мы. Вроде бы, кажется, даже до финальной точки. Дальше там уже нет дороги. Еще проехать, там стоят машины. Там просто что-то в дорогу машины стоят. Ну вот там вот финальная точка, все. Дальше на машине не проехать. Ну да, это уже хорошо. Здесь место какое-то типи. Стоят там палаточки. Здесь даже какой-то подобный кафе. Здесь, кстати, очень много дров. Да, дров навалом. Если кто-то захочет сюда остановиться, с палаткой может дрова взять спокойно. Остались здесь, а сами пройдем немножко по рослу дальше. Вглубь, чтобы посмотреть, что там дальше. Ну, вода, наверное, есть в нем, но он еще глубже. Туда дальше надо идти. Мы не пройдем. Тем более, еще и времени хватает. Ну, вот такие виды, чтобы вам было интересно посмотреть, что здесь вокруг. Доброе? Так, у нас Лена гонит на мощной тачке. Смотрите, какая здесь красота, да? Здесь даже вот такие цветочки растут. Очень красивые прям.